Всем привет! С вами Кот. И пока я готовлю для вас очередной эпичный сюжет, я хочу показать вам топ-6 самых классных заброшенных мест на просторах бывшего СССР, в которых я побывал, либо очень хотел бы побывать. Это такие места, от посещения которых ваше сердце начинает биться чаще, просто от одного осознания того, что вы здесь находитесь. Такие объекты, в которых вы никогда не окажетесь, просто так прогуливаясь по городу или на природе. Так что присаживайтесь поудобней, будет круто. Погнали! И на шестом месте в нашем топе пристроилось убежище силикатного завода, про которое я рассказывал в одном из первых выпусков. На самом деле сюда можно отнести любое похожее убежище, потому что в России подобных мест просто немеряное количество. Однако найти такое в таком состоянии и с таким количеством Хабара да еще и практически неохраняемое – это очень большая редкость. Однако конкретно это убежище находится в пяти минутах ходьбы от моего дома, что и помещает его на шестое место этого топа. Подобное убежище в Советском Союзе было обязано иметь каждое крупное предприятие. Оно, конечно, не могло защитить от ядерной атаки, но выдержать авианалет и спасти жизни рабочих могло вполне. Как и положено, там имеется множество противогазов, комплектов химзы и прочих средств защиты. В нем находится большое количество плакатов, посвященных тому, как следует себя защитить в случае нападения неприятеля, а также советская символика. И только благодаря тому, что об этом месте знает небольшое количество людей, а также на территории предприятия, которое работает и по сей день, естественно, присутствует какая-никакая охрана, оно все еще не разграблено и не загажено. Пятое место Заброшенные позиции второго кольца противоракетной обороны Москвы. Об этом месте на моем канале есть отдельный выпуск, ссылка на который находится в описании. Данное место находится недалеко от города Нарафаминск. Внутри этих шаров когда-то располагались антенны, способные обнаружить вражеские ракеты. Сейчас же вся территория практически безжизненна, однако шары стоят и притягивают урбан-туристов. Еще бы, ведь не каждый день удается побывать в подобном месте. Внутри этих шаров очень громкое эхо. Там можно спеть песню или просто пошуметь, не создавая при этом дискомфорта кому-либо. Блин, жалко, что камера не может охватить весь этот вот прям купол. Это очень круто. Русь. Русь. На территории, помимо шаров, есть еще и шахты, откуда должны были запускаться ракеты, призванные уничтожить вражескую боеголовку, направленную на Москву. Место хоть и баянное, но очень интересное, поэтому по праву занимает пятое место нашего рейтинга. Четвертое место Сейчас над столицей нашей страны запрещены любые полеты, однако так было не всегда. Центральный аэродром имени Фрунзе. Он располагался на Хадынском поле, откуда получил свое разговорное название «Хадынка». Закрыт он в 2003 году. Он использовался как испытательный аэродром экспериментальной авиации и военный аэродром. Здесь располагался первый московский аэропорт. Сейчас на его месте стоят жилые дома и торговые центры, а от самого аэропорта не осталось и следа, кроме одноименной станции метро. Однако в 2011 году здесь еще стояли списанные самолеты и вертолеты, среди которых можно было погулять за символическую сумму. И хотя этого места уже не существует, а всю технику уже давно утилизировали, оно все равно останется в памяти как интересный объект, что помещает его на четвертое место. Третье место Тройку этого топа открывает заброшенное летное училище в городе Калуга. Про него также есть сюжет на моем канале, ссылка на который есть в описании к этому видео. Оно выпускало пилотов госавиации, заброшено во второй половине нулевых. Сохранность этого места поражает с первого взгляда. В прекрасно сохранившейся библиотеке на полках стоит множество книг и пособий на авиационную тематику. В кабинетах стоят макеты вертолетных и самолетных двигателей, а также огромное множество деталей от самолетов и вертолетов, которые использовались как наглядные учебные пособия. В этом месте царит непередаваемая атмосфера ушедшей эпохи. Находясь там, складывается ощущение, что курсанты и преподаватели покинули его буквально недавно и могут вернуться туда в любой момент. Заслуженное третье место. Второе место. На нем находится монтажно-заправочный комплекс на территории космодрома Байконур. Лично мне не довелось его посетить, хотя видео про это место также есть на моем канале. Но очень хочу там побывать и лично увидеть все величие этих советских космических кораблей, которые уже много лет стоят брошенными в стенах этого огромного комплекса. На самом деле, один из этих челноков – это родной брат знаменитого Бурана, летный экземпляр «Буря», а второй – это технологический макет ОКМТ, на котором отрабатывались различные полетные и предполетные операции. Более двух десятилетий назад в последний раз закрылись тяжелые сдвижные двери МЗК монтажно-заправочного комплекса, отрезав от манящего звездного неба два орбитальных космических корабля. Есть легкая ирония в том, что месторождение тех, кто должен был бороздить космические просторы, стало им усыпальницей и склепом. Первое место И, наконец, почетное первое место нашего топа – заброшенный командный пункт и боевая стартовая позиция с шахтной пусковой установкой для запуска ядерных ракет. Когда мне довелось побывать в этом месте в марте 2011 года, я еще не был блогером, поэтому видео об этом месте на моем канале, к сожалению, нет. Но это не мешает ему возглавить мой топ самых эпичных объектов. Находясь там, чувствуешь всю ту мощь и ответственность за сохранность человечества, которая находилась в руках служивших там людей. Вход в это место очень неприметен и по виду больше напоминает деревянный деревенский туалет на небольшом холмике. Однако в нескольких метрах под землей скрывается множество ходов и сам командный пункт, который представляет собой огромную капсулу высотой с пятиэтажный дом, подвешенную в шахте на толстых стальных тросах и стоящую на гигантских амортизаторах, которые в случае прямого попадания ядерной боеголовки гасили вибрации и могли сохранить жизнь находившихся внутри людей. Над этой капсулой огромная бетонная плита, способная выдержать даже не одно, а сразу несколько прямых попаданий, а внутри располагалось то самое оборудование, которым и запускались ядерные ракеты из шахт, находящихся неподалеку. Очень необычное место, в котором уж точно не побывать просто так, и когда оно действовало простому смертному, там оказаться было просто невозможно. Именно поэтому оно занимает почетное первое место. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Если и впредь хотите видеть подобные топы на моем канале, то обязательно напишите об этом в комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. Ну а с вами был Кот. Пока и до новых встреч!